Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире, ведущая в студии Ирина Чекунова. Совместно с сотрудниками госавтоинспекции мы продолжаем цикл программ на радио Монте-Карло в рамках реализации национального проекта «Безопасной и качественной дороги». Сегодня мой собеседник, начальник отделения дорожной инспекции, управления госавтоинспекцией ОМВД России по Тверской области Антон Борисов. Антон Сергеевич, здравствуйте! Здравствуйте! Начнём с того, как всё-таки изменился наш регион в плане реализации программы «Безопасной и качественной дороги». Что изменилось? Что, конечно же, ждём, что изменилось в лучшую сторону? Все мы видим, что дороги нашего региона ремонтируются, улучшается движение и в связи с этим повышается безопасность. Мы на данный момент выполняем все свои задачи, поставленные, снижаем смертность на дорогах. На данный момент на трассах улучшается порядок движения, устанавливается ограждение, расширяются дороги, в том числе на территории нашего областного центра. Вот ограждение – это немаловажно. Буквально в предыдущем выпуске программы мы с Павлом Власовым говорили о том, что очень часто аварии происходят на так называемых сельских внутренних дорогах региона, где не поставлены вот эти вот разграничения полос, да, и где человек может легко выехать навстречку, и часто происходит столкновение. Да, к сожалению, такие случаи случаются, но безопасность повышается, рисуется разметка. Мы уменьшаем сейчас зоны обгона, то есть если она является меньше 500 метров, мы убираем эти участки, чтобы участники дорожного движения могли своевременно начать обгон и своевременно его закончить. Это, конечно, очень важная работа. Немаловажную, наверное, роль в безопасности дорожного движения, в частности, в областной столице, играет установка новых светофоров, да, потому что часто на перекрёстках мы наблюдаем, к сожалению, это продолжается в этом году, что сбивают и пешеходов, и велосипедистов, и тех, кто у нас передвигается на электросамокатах, да, так называемые средства индивидуальной мобильности. Есть такое, да. Единственное, что умные светофоры, они нацелены на поток транспорта, на движение, на пропускную способность улиц. Вот, в частности, в 2023 году основные мероприятия по установке были проведены на Московском шоссе, улице Вакжаново, улице Чайковского, Тверской проспект. Это основные. Также и другие места тоже были оборудованы этими умными светофорами. В 2024 году планируется также на набережной реки Лазури. Сам умный светофор, он отслеживает скопление транспорта и меняет временные циклы для разрешения какого-либо движения. То есть, тем самым пропускная способность в том или ином направлении увеличивается, и благоприятная среда для передвижения наших граждан. То есть, это уменьшение пробок, говоря по-русски. То есть, если мы смотрим, первый светофор был у нас на Тверском установлен, когда, мягко говоря, светофор видит, что скапливается большое количество транспорта, он запускает этот поток. Да, он меняет фазы красный, зеленый, больше, меньше в ту или иную сторону. И для пешеходов очень хорошо, удобно переходить, когда зажигается для них разрешающий сигнал, и можно в разные стороны пересекать площадь. Да, совершенно верно. Это дело сделано для удобства пересечения улицы, чтобы открыть движение во всех направлениях пешеходам, когда удобно поперек перейти вот этот перекресток. А новые знаки появляются, это, наверное, вот такие вот, которые с человечком, вот зеленый сигнал, поворот, показан поворот, и в силуэт человека, что там может оказаться пешеход. Ну, силуэт человека здесь идет на белом фоне, он беленький, предупреждает водитель о том, что при повороте направо, либо налево, он должен уступить дорогу именно пешеходам и другим участникам дорожной движения, чтобы он был внимательней, когда он делает именно поворот маневра налево или направо. Вот такие предупреждающие знаки, как мы в свою бытность говорили, даже не верили себе, что такое может быть, когда обозначен ярко, издалека виден пешеходный переход, что впереди пешеходный переход, в темное время суток человек едет на машине и видит, ага, вот здесь пешеходный переход, все вроде бы понятно, да? Мы этого добились. Практически, да. Есть еще места, которые требуют внимания, не все они еще освещены, а должны быть все. Планомерно идет работа по улучшению качества движения пешеходов. Если мы уже затронули тему освещения дорог, да, это тоже очень часто приводило к авариям, особенно были наезды на пешеходов. Как сейчас оснащены улицы и областной столицей, возможно, какие-то участки федеральных трасс? Да, тема освещения, она немаловажна, так как участники дорожного движения, в особенности пешеходы, должны быть вовремя замечены на дороге, в связи с тем, вероятность происхождения ДТП в виде наезда на этого пешехода, она сводится к минимуму. Тем не менее, у нас существует освещенность основного дорожного покрытия и повышенное требование – это к остановочным пунктам, пешеходным переходам. То есть водитель, подъезжая к нему, должен отчетливо видеть находящегося на нем пешехода. Значит, на федеральных трассах также и на многополосных дорогах Твери сейчас в данный момент устанавливаются светофоры в изданной фазой. А, вот нажимаешь на кнопочку и переходишь, да? Да, совершенно верно, да, это для удобства. Скопилось определенное количество пешеходов, нажали кнопку, они все перешли, и поток транспорта останавливается. Ну, последний вот светофор, который на территории Твери поставили, это у бульвара Цанова, так как много у нас было наездов на пешеходах на этом пешеходном переходе, в том числе со смертельным исходом. Ну, вообще, вот это вот приспособление нажать и дождаться и перейти – это здорово придумано, это, кстати, удобно, да? Да, да, по ГОСТу это вводится на многополосных дорогах, то есть должно быть. И вот сейчас также Тверь планомерно устанавливает эти светофоры, они в планах есть. Ага. Антон Сергеевич, скажите, кто принимает в конечном счете решение, где надо устанавливать светофор, какой светофор, где нужно эту кнопочку разместить? Это с участием госавтоинспекции или это все-таки задача уже у нас городских властей? В соответствии с 257-м федеральным законом задача дорожной деятельности в первую очередь возлагается на собственника дороги. То есть областной центр занимается администрацией. Администрацией города. Да. Федеральные дороги, это ФКУ Породор Россия, региональный территориальный дорожный фонд. Вот те именно организации, которые обязаны все это планомерно взвешивать, расход средств, технические возможности установки. Мы предлагаем тем или иным образом повысить безопасность в определенных местах и вносим свои предложения. Они уже делают окончательную оценку, возможно ли это, есть ли на это средства, и в том числе оценивают, к чему это приведет. Вы анализируете, прежде всего, показатели аварийности. Совершенно верно. Что называется, чем обосновать то, что здесь должен появиться светофор или, допустим, тот же лежачий полицейский, да? Если брать лежачего полицейского, то, конечно, они устанавливаются в основном только из-за анализа аварийности. У нас есть перекрестки, которые уже знаками, они всеми обозначены. И мы раньше там был уступить дорогу, мы поставили стоп. Это не производит никакого должного внимания. Все равно водитель не уступает дорогу, выезжает на главную, происходит столкновение, страдают люди. И после этого, конечно, мы будем предлагать установку вот этой искусственной неровности, которая сдерживает скоростной режим и тем самым снижает уровень возможного возникновения ДТП. Надо же, значит, лежачие полицейские, какая-то крайняя мера своеобразная, да? Все-таки почему вот так вот по-вашему водители реагируют, вы говорили, делали и это, и знак стоп? Все равно, что это? Не уважение, не внимания, не желание. Ну, я думаю, здесь совокупность факторов. Может быть, что-то их отвлекает во время движения, но вот почему-то это не может привести к тому, чтобы ДТП в данном месте не случалось. Но хочу отметить, что искусственная неровность обязательно вблизи учебных заведений. Учебных заведений, вот только хотел сказать, да? Это прежде всего школа, возможно, детские сады, да? Чтобы волей-неволей человек, который передвигается на машине, притормозил. Снижал скорость, обязательно, да, потому что деток мы должны оберегать. И еще вопрос относительно очагов аварийности, которые существуют, допустим, в областном центре. Какие у вас на слуху уже, что называется, глаз намазулили? Ну, вот смотрите, за 23-й год на территории областного центра у нас таких очагов 19. Это достаточно большое количество. Я сейчас назову вам основные из них. Это площадь Конституции. Произошло 9 дорожно-транспортных происшествий. Это все столкновения, в результате которых 12 человек получили ранения, один из них ребенок. Это с начала года цифры, да? Это за 23-й год. Следующее, это у нас уже центральный район из значимых. Это проспект Чайковского, улица Дарвина. 7 дорожно-транспортных происшествий, 6 столкновений, 1 наезд на пешехода, в результате которых 1 человек погиб, 12 получили ранения. То есть достаточно большая аварийность. Прошу участников дорожного движения это учитывать при проезде вот этого перекрестка. Следующее, это перекресток Волоколамский проспект из Клесково. 5 дорожно-транспортных происшествий. Основные, это 4 наезда на пешеходов, которых 1 человек погиб, 5 получили ранения. Следующий очаг, это улица Орженикидзе в районе дома 32. Это пешеходный переход, на котором случилось 3 наезда на пешеходов. Нам инициирована установка там, о чем мы обсуждали, это светофорный объект с вызывной фазой. Наверное, из значимых это вот все, которые я вам обозначил. Здесь и наезды на пешеходов, да, здесь в этой ситуации, кому все-таки нужно быть осторожней. Мы здесь давайте еще раз напомним правила проезда перекрестка автомобилями и прохода пешеходами. Почему-то иной раз человек, когда заходит одной ногой уже на проезжую часть, он уверен, что он здесь король положения, все его обязаны пропускать. Он не смотрит ни вправо, ни влево, а то еще и наушники, а то еще смотрит смартфон и капюшон вдобавок. Здесь я предлагаю вернуться на 10-15 лет назад, когда мы не могли приучить водителей вовремя останавливаться, вовремя пропускать пешеходов. Большие количество жалоб поступало от самих пешеходов, что никто их не пропускает. Мы с вами это все помним. Да, бесправные такие. Шло время, мы отрабатывали перекрестки, пешеходные переходы, привлекали водителей. Это дало свои результаты. Пешеходы стали более безопасно себя чувствовать, когда переходят, видят, что им останавливается, но дало обратный эффект. Пешеход становится на пешеходный переход, как будто он в зеленой зоне находится. Никого вокруг него нету, вот он идет, не смотрит ни налево, ни направо, тем самым подвергает себе опасности. Хочется напомнить водителям, что он должен при подъезде к пешеходному переходу снизить скорость, убедиться, что никто не идет по этому переходу, ни из-за какого транспортного средства не выходит. Пешеходам надо быть предельно внимательным, потому что произойдет это дорожно-транспортное происшествие, водитель будет привлечен к ответственности со всей строгостью, но тому человеку уже не будет легче от этого. Пострадает его жизнь, останется это ему на всю жизнь, если благополучно все произойдет, а то может и случиться более негативные последствия. Поэтому дорога – это место повышенной опасности, транспортное средство – это средство повышенной опасности. Нужно быть предельно внимательным, сначала посмотреть налево, направо, убедиться и перейти дорогу. Что называется, как вот здесь же в этой студии говорили, наладить зрительный контакт с водителем, пешеходом, убедиться. Ты посмотрел на него, ага, заметил, значит, можно идти. Как часто раньше были аварии, но и сейчас иногда бывает, когда два ряда пропускают, а третий мчится, и вот тут случается то, что случается. Внимательно нужно смотреть, да, чтобы пешеход переходил, внимательно смотрел за машину, выглядывал. Вот я озвучу ряд дорожных, это в частности город Вышний Волочок, девочка, учащаяся, она идет, вот по видео видно, дорожное, вот это видео изучали, идет на пешеходный переход, она даже не смотрит. Один единственный водитель, дорога пустая. По какой причине она не заметила эту девочку? Да, она пострадала несерьезно, но тем не менее, вот пустая дорога, камера, все вот это показывает, ее сбивает, она недалеко падает, встает, поправляется, вроде идет дальше, но все равно факт есть. Второй случай, тоже с Вышнего Волочка, когда девочка подходит к пешеходному переходу, она смотрит на водителя, грузовика, который едет, но она считает, что он ее видит. Дальше она смотрит на пешеходный переход и продолжает идти на дорогу. Водитель не видит девочку, а девочка уже входит в транспортное средство, которое движется. Она очень серьезно пострадала. И вот напоминаем пешеходам, в том числе родителям, которые должны объяснять детям, как правильно, куда смотреть, и чтобы они были предельно внимательны на дороге. А мы вообще приучили, Антон Сергеевич, по-вашему, людей, пешеходов переходить дорогу в положенном месте? Вот существует пешеходная дебра. Ведь раньше, я вспоминаю времена, да? Это вот где придется, там и переходим. Это как мы приучали долгое время к ремням безопасности. Да, но тем не менее к ремням безопасности нам очень помогает камера фиксации этих нарушений. Они сейчас имеют такую функцию, поэтому я настоятельно рекомендую всем пристегиваться. Первое, прежде это безопасность, во второе, не получите лишний штраф. Это ни к чему. Да, это тоже... Пешеходы, тем не менее, также не всегда соблюдают правила, пытаются перейти где быстрее, где им лучше. Ну, здесь, с нашей стороны, в том числе, это привлечение к ответственности. И также мы инициируем установку каких-либо ограждений, чтобы вот пешеходный поток направить именно туда, где необходимо перейти дорогу. Я помню, в нашей областной столице появились они где-то в юности, по-моему, где постоянно сбивали пешеходов. И вот эти вот ограждения, люди сначала смотрели, как на какое-то дикое животное в зоопарке. Ничего, привыкли. Кто-то перелизал, конечно же, по первости, да, но потом все привыкли, и вроде бы как устаканилось. Я все-таки, да, еще раз повторим, что это же небезопасно. Это лишение здоровья, а то и жизни часто. Да, да. Что такое человек по сравнению с железной машиной? Ничего. Давайте мы про качество дорог теперь поговорим, потому что это тоже всегда актуально. Я помню времена, когда мы с сотрудниками госавтоинспекции лет, наверное, 15 назад выезжали каждый день на дороге и мерили ямы. Вот прям с метром, в глубину мерили, в ширину, в длину, чего только не было. Потом начались ремонты. Потом эти дороги отремонтированы и стали вместе со снегом очень успешно сходить новый асфальт. Уже какая-то народная примета появилась. Каково сейчас качество асфальта? Потому что уже народ тоже иногда думает, если они кладут под конец, осваивают деньги в конце декабря, значит точно в марте сойдет этот асфальт. Нет, качество асфальта и в целом дорожной деятельности, она, конечно, увеличивается. Мы все это видим, потому что вновь отремонтированные дороги на следующий год точно не сходят. Но, тем не менее, бывают случаи каких-либо просадок. Это связано с основанием, с определенными почвами, которые находятся там. Там также инженерные сооружения, которые бывают, дают свою просадку. Из-за этого какие-то отклонения бывают. Участникам дорожного движения здесь хочется посоветовать, что все равно надо быть внимательнее на дороге, смотреть на дорогу, не в телефон. И если вдруг вы видите, что идет какое-то либо отклонение, либо крышка колодца открылась, которая может повлечь очень тяжкие последствия, необходимо сообщить. Как я уже ранее упоминал, что дорожную деятельность ведет владелец дороги, это администрация. Но, тем не менее, колодцы у нас идут в ответственность те, кому они принадлежат. Водоканал? Водоканал, генерация, газовые службы и так далее. Но, тем не менее, я рекомендую все-таки незамедлительно звонить по службе 112. Она для этого и создана. Она доведет до собственника дороги. А, может быть, и сразу уже, зная, кому принадлежит этот колодец или еще что-то, именно непосредственно в эту контору. Еще часто люди жалуются, когда начинают испытывать разные трубы перед началом сезона подачи воды или когда ремонтируют. Вспучивается весь асфальт, меняются трубы. Вроде только что положили дорогу, но новый асфальт раскапывается, меняется уже труба. И уже новый вот этот участок отремонтированной дороги, где копалась труба, это уже делает тот, кто копал. Совершенно верно. Это уже другой, да, человек делает? Да, да. Проверяется здесь соответствие ГОСТу, так называемому? Ну, к этому, к сожалению, госавтоинспекция отношений не имеет. Мы не можем контролировать муниципальные службы, как они прокладывают трубы под дорогой и насколько они долговечны. Но вы вносите свои рекомендации по поводу того, какой участок дороги нужно отремонтировать, какой участок нуждается в ремонте? Конечно, мы вносим. Это исходя из собственных наблюдений, исходя из количества жалоб, которые поступают на определенную дорогу, ну и в том числе аварийность. Если говорить о ремонте дорог, у нас уже народ, наверное, перестал ругать плохие дороги, потому что это уже стало неактуальным. Тем не менее, замены все равно асфальта будут, да? А замены асфальта будут, да. Я вам могу сейчас довести. Да, скажите, что нас ждет в 2024 году. То, что планируется в 2024 году. К Заволжский район у нас будет ремонтироваться Комсомольский проспект от Шмидта до Огородного переулка, улица 2-я Грибоедова, улица Садовая, Альтеририйский проспект, мост через реку Тверцада, центральный район, бульвар Радищева, спортивный переулок, проспект Чайковского, Тверской проспект, односторонняя улица Бебеля, московский район Можайского. Это будет ремонт тротуаров, потому что Можайского в том году у нас уже отремонтировано. Все мы ездим уже по новому асфальту. Но ремонт тротуара тоже очень актуальный. Актуальный, да. То есть движение пешеходов должно быть тоже благоприятным. Также мы еще ремонтируем подъезд к школе 1, 7, 17, 19. То есть администрация взялась вот за подъезды к школам. И они будут значимы. И много ремонтируем тротуаров. Тротуары сейчас у нас в основном идут в плитке, потому что это более бюджетно. И, соответственно, больше объема работы мы можем сделать. Ну, и плитка и лучше выглядит. И раз просто красиво город смотрится. Кстати, если уже говорить о... А сколько вообще километраж получается у нас дорог? К сожалению, данных нет. Такого нет, да. Но, тем не менее, мы перечислили жителям этих улиц, перечисленных дорог, кто передвигается, можно ждать хорошего в этом году. Если мы говорим о прошедшей зиме, насколько вернулись, потому что все равно все впереди ждет, насколько безопасно мы пережили эту зиму с точки зрения состояния дорог? Хотя снега было много. Слушайте, ну снегу, да, была эта зима дала нам о себе знать. Снежный покров был очень обильный. К сожалению, службы коммунальные города Твери не всегда справлялись должным образом. Достаточное количество у нас составлено административных материалов в отношении этих организаций. Она у нас сейчас одна, это дороги Твери. Хотелось бы, чтобы впредь такого содержания, как в этом году, не было. Все жители Твери об этом понимают. Будем надеяться, что администрация готовит сани летом. Ну как и надо, по идее. Вот оно лето, готовь, пожалуйста, технику, хотя бы, чтобы знать. Всяко бывает. Мы не устаем вспоминать коллапс 2012 года, когда за несколько часов завалило город так, что не двигалось ничего, просто все шли пешком. Это был кошмар. Вроде бы, как сделали выводы, а оказывается, нет. Просто многие в этом году мне говорили, где-то в феврале, ну, наверное, городские службы подумали, что уже скоро весна, и поэтому что чистить, все само растает. Ну, вот такое ощущение иногда складывалось, что вот все навалилось, и проходы не по тротуарам, дороги не очень хорошо, скажем так, чистились, да? Да, есть такое. Долго вывозили снег, недостаточно техники, но весна помогла. А какие основные проблемы вскрывают весенние дороги, на ваш взгляд, сразу после таяния снега? Ну, после таяния снега происходит... Происходило оно намного раньше, когда морозы наступали. Это пучинистость грунтов, которая поднимает и асфальт, и сами грунтовые дороги, если она грунтовая. И когда начинает приходить тепло, все это неравномерно начинает оседать, и тем самым разрушается асфальт, разрушается сама дорога, и приходится оперативно и быстро реагировать на эти недостатки. Ну, вот в рамках ямочного ремонта, я считаю, что удовлетворительно сейчас справляется наш областной центр, который пытается реагировать вовремя на все недостатки, которые мы указываем, и так же поступает к нам от жителей Твери. Ага, но ямочный ремонт по-прежнему актуален, да? Так, да. То есть эти заплатки держатся, да? Они как пломбы, иной раз из зубов вываливаются. Все-таки это более-менее надето. Технология, да, уже меняется, она более качественная происходит, и это все приносит свои плоды. А мы сейчас затронули, так или иначе, взаимоотношения вашей службы с администрацией городской Твери. Насколько плодотворное взаимодействие с властью, и насколько прислушиваются к вам, и, что называется, часто ли приходится предписание составлять? Предписание протокола мы все равно составляем, есть такая практика, потому что, но... Исключать профилактику. Здесь общение с администрацией у нас начинается с комиссии по безопасности дорожного движения, на которой мы все вместе собираемся, обсуждаем аварийность, разбираем дорожные, предлагаем вынести какие-либо меры инженерного характера. Вместе это обсуждаем, принимаем итоговое решение и следим, как это решение по итогу выполняется для обеспечения безопасности дорожного движения. В рамках контроля назорной деятельностью мы обследуем дороги, в том числе по сообщениям граждан, если кто-то жалуется, где какая-то яма, либо еще что-то, либо пешеходный переход неправильно расположен. Выезжаем на место, даем оценку и даем свое видение администрации, которая уже принимает решение о том или ином действии. Но тем не менее я к чему, что и вы, и администрация все-таки радеете за дело, что они не упираются, что вы говорите надо, они говорят ни за что не будем, и все разные способы ищут. Нет, есть у нас позиция взаимоотношения, не всегда она всходится, но здесь еще свою роль играет бюджет, потому что администрация вроде как и хочет, но не всегда на это есть средства. Да, да. Нужно это тоже понимать. А вы упомянули звонки граждан. Часто ли люди звонят? Есть какая-то обратная связь? Учитывается ли мнение людей? Конечно, мнение людей всегда учитывается. Участникам дорожного движения я предлагаю, как я ранее говорил, что деятельность ведется, в первую очередь, собственникам дороги. Если это Тверь, то это администрация. В первую очередь, если у них есть какие-то недостатки, сообщите именно туда. Администрация должна будет принять меры. Вот если она не принимает, тогда сообщайте нам. В ГИБДД, как раньше говорили, ГАИ, госавтоинспекторы, это уже вторая очередь, да? Да, да. Потому что мы все равно в свою очередь, если к нам обратился гражданин, мы обращаемся в администрацию, что нам поступило сообщение, что есть такой-то недостаток, к примеру, такая-то яма. Администрация устраняет, и здесь все вроде крутится. Но и администрация также, они также, у них есть свои планы, которые включают устранение тех или иных недостатков. И не составит никакого труда добавить именно по обращению гражданина устранение той же самой ямы. Ну да. А какие-то сроки у них существуют? Допустим, гражданин ждет неделю-две, а должны сделать, допустим, в пять дней? Ну, смотрите, вот ответ по федеральному 59-го закону у 30 суток гражданину. По устранению недостатков по каждому есть свои сроки. По ямочности, по разметке, по сигналу светофора это одни сутки, по освещению. Там все разное. Ага, понятно. Ну, то есть, в первую очередь мы сейчас даем совет, если выявили какой-то недостаток, пишите в администрацию города. Или кто владеет дорогой. Если вы что-то видите, недостаток, который может непосредственно повлиять на безопасность, звоните 112. 112. Допустим, не работает светофор. Светофор, колодец. Это жизненно. Колодец, куда может провалиться либо человек, либо колесо машины, что важно. Либо где-то темно слишком на улице. Это тоже жизненно необходимо. Необходимо. И напоследок программа подходит к концу. Ваш общий совет участникам дорожного движения. Совет участникам дорожного движения в преддверии летнего сезона. Это, в первую очередь, соблюдать скоростной режим. Обращаю внимание, что Тверская область является первой в Российской Федерации по количеству наизык на диких животных. Первыми мы идем. Будьте, пожалуйста, бдительны. В первую очередь, в ночное, в сумерки, это соблюдение скоростного режима. Когда вы сможете вовремя заметить это дикое животное, которое выйдет перед вами на дорогу. На следующей неделе мы собираемся смену природы и обсуждать, какие именно где мы можем добавить знаки, которые будут привлекать участников дорожного движения. Внимание к этому. Ну, в преддверии летнего сезона увеличивается количество двухколесного транспорта. К нему относятся и мотоцикл, и мопеды. И сейчас инновация – это СИМ. Родителям попрошу быть более ответственным. У вас ребенок – это ваше чадо, которое вы холите или леете. Когда вы покупаете им какой-либо транспорт, думайте, что может произойти с вашим ребенком на дороге. У вас должно быть об этом откладываться в голове. Спасибо вам огромное за ответы на вопросы, за советы нашим радиослушателям. Уважаемые друзья, напоминаю, что сегодня у меня в гостях был Антон Борисов, начальник отделения дорожной инспекции, управления госавтоинспекцией УМВД России по Тверской области. Спасибо. Будьте, уважаемые друзья, живы, здоровы и соблюдайте правила дорожного движения. До свидания.